Толкование на Откровение Святого Иоанна Богословского Откровение 20 глава 6 стих Разъяснение о Тысячелетнем Царстве Над ними, участниками Первого Воскресения Смерть Вторая не имеет власти Духовно Воскресший, побеждающий Не потерпит вреда от Второй Смерти Не подвергнется вечным мукам Ибо имеет жизнь вечную И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь Таковые будут священниками Бога и Христа И будут царствовать с Ним тысячу лет Смотри Толкование 1.6 Как же хелиасты подводят библейские обоснования своему учению Что касается Нового Завета, то дело стоит таким образом Текстов о Тысячелетнем Царстве и предварительном восхищении Церкви нет Но они берут свою уже готовую эскатологическую систему И под нее подгоняют все места Писания Берут места о пришествии Христовом И на каждом как бы навешивают ярлычок Это о Втором Пришествии, это о Третьем, это о Четвертом Также в воскресении Берут различные места и утверждают Здесь о Первом Воскресении, здесь о Втором, здесь о Третьем Поэтому сектантским наставникам, баптистам, пятидесятникам Требуется часто много усилий, чтобы объяснить своим верующим В каком месте, о каком пришествии Христовом И о каком воскресении идет речь Несмотря на это, если встретятся руководители разных течений Или даже одного названия из разных городов То едва ли найдешь двух человек, одинаково понимающих Это учение о воскресении из мертвых Большие основания имеют хелиасты Через неправильное толкование различных ветхозаветних пророчеств О будущем царстве Мессии При этом читает такие места, как Исайя 11, 1, 10 Исайя 65, 18, 25 Михея 4, 1, 8 Захария 14, 7, 12 И подобные им Идеи разумели Идеи разумели пророчество о Мессии и его царстве Буквально Что придет Христос Освободит Израиль Утвердит его царство над всеми народами И будет время великого благоденствия В этом великая ошибка синагоги Приведшая к тому, что иудеи не приняли Христа Христианская церковь объясняет эти пророчества Как указание на Иисуса Христа из Назарета И на то духовное царство, которое он учредил своей кровью Соответственно, эти пророчества Ветхого Завета Объясняются духовно-символически Это не исключает, однако, того, что Некоторые пророчества Ветхого Завета Действительно указывают на возвращение евреев на родину В кончину века И основание ими царства Которое, однако, будет уже не царством Христа Но антихриста Хилиасты же без всякого основания разумеют Некоторые пророчества о Христе и его царстве В духовном смысле, например, Даниила 2.34 А другие места разумеют буквально Как указание на благоденственное тысячелетнее царство Таким образом, уже ясно, что сектанты есть нечто полуиудейское и полухристианское На страницах нашей книги нет возможности привести толкование всех этих Ветхозаветних пророчеств Разбор Исаии 11.1.10 И произойдет отрасль от корня Исеева И ветер произрастет от корня его Корень Исеев это царь Давид Отрасль и ветер от него Иисус Христос, сын Давидов И почиит на нем Дух Господень Дух премудрости и разума Дух совета и крепости Дух ведения и благочестия И страхом Господнем исполнится Помазание Иисуса Христа всеми семью дарами Духа Святого в крещении в Айордане И будет судить не по взгляду отчей своих И не по слуху ушей своих решать дела Он будет судить бедных по правде И дела страдальцев земли решать поистине Нелесоприятный суд Христов Так Он судил Сам, будучи на земле Такой суд дал Своей Церкви И так будет судить Сам всю вселенную И жезлом уст своих поразит землю Суды, которыми Господь наказывает народы И особенно в кончину века во время великой скорби И духом уст своих убьет нечестивого А поражение Антихриста Христовым во втором его пришествии И будет при поясании чресла его правда И при поясании бедр его истина Христос говорил о себе Я и осьми истина Он во всем праведен и истинен Тогда волк будет жить вместе с ягненком И барс будет лежать вместе с козленком И теленок, и молодой лев, и волк будут вместе И малое дитя будет водить их И корова будет пастись с медведицею И детеныши их будут лежать вместе И лев, как волк, будет есть солому И младенец будет играть над норою аспида И дитя протянет руку свою на гнездо змеи Это о совершенном изменении нравов Укращении диких и необузданных племен и людей Бывшие в духовно-нравственном смысле Подобные диким и хищным зверям Становятся тихими, кроткими и незлобивыми Как домашние животные Таково действие христианства Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей Святая гора — это святая церковь Христова Искореняющая всякое зло и вред Ибо земля будет наполнена ведением Господа Как воды наполняют море Евангелие Царствия Христова будет проповедано всем народам Люди, отстав от идолослужения, познают единого истинного Господа И будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов Обратятся язычники, и покой его будет слава В тот день — день спасения и благодати Корень Исеев — сам Господь Иисус Христос Который воистину стал как знамя для народов Иудеи не приняли Христа И вот к нему обратились язычники И именно среди языческих народов процвело христианство И покой его — смерть Христа на кресте Когда он упокоился от своего земного служения и жизни Стал славой его Крест прославил Христа среди народов Великие мира сего имеют славу при жизни Но упокоившись, уходит с забвения А часто подвергается и презрению Христос же, наоборот, при жизни был презираем А по смерти прославился Крест не обесчестил его, но прославил Примечание шестое История и сущность хилиазма Веры в земное, видимое, тысячелетнее царство С чего начинается день? С радостного жизни, утверждающего восхода солнца С пробужденного от небытия ночи ликования природы Потом знойный день с его трудами К вечеру находят сумерки и сгущаются Тьма окутывает землю Все засыпает и погружается во мрак Весной земля произрастает Чудное, светло-зеленое растение Благоухающие ароматами новой жизни Радостью жизни веет От пробужденной послезимней спячки природы Потом лето, время созревания, плодоношения, трудов Но вот наступает грустная осень Исчезают соки жизни Желтеют растения, склоняют свои головы к земле Вянут и согнивают Все умирает в холоде зимы В жизни человека сначала светущая юность Со своей красотой, силой и радостью Потом годы зрелости и многих трудов И вот сильного, могучего, умудренного человека Осеняет старость Сгибается спина, трясутся руки Морщины накладываются на лицо Изменяет память Пока бездыханного и недвижущегося не примет сырая земля Природа надеется проснуться только на следующий день Растения вновь живут уже только в новом году Человек воскреснет только в веке ином Для мира иного Таков закон, привнесенный в мир грехом В точных науках это формулируется Как закон возрастания энтропии Системы Второе начало термодинамики Что все, рождаясь, умирает Ибо сделанный грех рождает смерть Сначала утро свет и жизнь Потом вечер, тьма и смерть И причиной этому грех, разделивший тварь с Творцом Светящее отделено от света Дышащее от духа Живущее от жизни Познающее от истины Творящее от Творца А потому Все в мире гаснет Застывает, замирает Заблуждается, искажается Такова история человечества Сначала был Эдем Потом изгнание человека из рая И фактически вся история Это история изгнания человека из рая Сокращается годы жизни людей И гаснут физические силы Растет нечестие Заблуждение Грех Человечество все более и более удаляется В своем развитии от Бога Уходит из Эдема Навстречу вечному мраку ада Таков непреложный закон развития От павшей твари Древнее изыщество это хорошо понимало Создавая свои мифы о бывшем некогда золотом веке Они не искали его в будущем, но видели его в прошлом Это была своего рода еще не утраченная память древних о рае Также среди различных физических народов Существовало деление истории на периоды Означаемые каким-либо цветом Белый, желтый, красный, черный и подобное Характерно при этом, что начальный период у всех светлый И как правило белый Потом идут другие периоды А последний у всех черный Все видели конец человечества во мраке Боже, властно вторгся в эту печальную картину Скажи им Живу я, говорит Господь Бог Не хочу смерти грешника Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был Из Икиля 33.11 Чтобы люди шли не под гору, но в гору Надо их обратить на прямо противоположный путь Идущим по пути от жизни к смерти Надо обратиться и идти обратно от смерти к жизни Для этого приходит Христос Ибо не может падающее само собой начать движение вверх Для этого нужна иная, внешняя и высшая сила И путь к светлой жизни уже не может быть совмещен с путем к мраку и смерти Это путь совершенно иной, противоположный Вся земля в своем необратимом движении несется к смерти Потому не должно искать жизнь и путь к ней на земле Жизнь на небе, в мире ином И путь к жизни это путь туда Христос уже основал свое тысячелетнее царство Света и жизни Но тщетно его искать на карте земли Ибо оно не от земли и не от мира сего И на земле его никогда не будет Земля необратимо спешит в мрачную бездну смерти Перед кончиной бывают предсмертные судороги Предсмертными судорогами человечества будет царство Антихриста Потом вечный мрак Обратившиеся же от сего погибельного пути Вошедшие в духовное неземное царство Христово Войдут и в его вечное царство славы Ничего общего с этим миром не имеющего Эта земля пройдет и не будет ее В тот же мир войдет земля новая Люцифер, ангел света Не удовлетворился своим положением Но захотел быть подобен Всевышнему Исайя 14.14 Быть как Бог Но не будучи Богом Он был за это низвернут Архангелом Михаилом на землю Теперь и человека лукавый искусил тем же самым Будете как Боги Но не стали как Боги А потеряли рай Так начался лукавый путь дьявола Прослеживаемый в истории человечества Низверженный с неба обещает рай на земле Потерявших Бога Хочет сделать Богами Свет именует тьмою А тьму провозглашает светом Изданным из рая Идущим во тьму внушает Что они идут от тьмы к свету Самыми различными способами и формами Он уводит людей от истинного Бога Ставит их самих в центр всего И обещает светлое будущее торжество Жизни, красоты, истины, света здесь на земле Как некую движущую пружину Он вложил идею светлого будущего на земле В противовес иному миру Из которого сам не извергнут Сознание всех народов, рас и религий Выкладывает эту мысль И эта идея движет людей К грядущему царству на земле Которое будет ничем иным Как царством сатаны и антихриста Люди идут в эту черную пропасть Думая, что идут к свету Не умея и не желая увидеть Ни вечерний свет иного мира День склоняется к вечеру А они ждут света Потеряв тот иной мир Они в этом мире ожидают рай Не видя света нетварного Они очаровываются светом тварным Грядущее царство света на земле Это фактически будет царство сатаны И идея об этом царстве света Сатана в самых разных формах Вложил во все религиозные, философские И политические учения Для каждого учения он выбирает Наиболее соответственные И подходящие формы Степень проникновения этой идеи В разные учения различна Ее опасность в том Что воодушевленные ею люди Устремятся вроде к свету А попадут в царство сатаны и антихриста А с ними вместе Вечный мрак Рассмотрим теперь эту идею Столь букаво рассеянную В иудаизме, христианстве Философско-политических учениях И государственных системах Оккультизме, масонстве Сианизме И прочего Первый иудейский филиазм В рамках иудейской религии Конечно невозможно было Отвергнуть единого Бога Творца И его невидимое вечное царство Но в каббалистических книгах иудеев Кабала Это предание Еврейское Мрачные мистические книги евреев В которые записывались Различные предания Имеют явную связь с демоническими силами Развивалось потом позднее И в средние века Подробнее рассмотрим потом Появились утверждения Что по прошествии шести тысяч лет Господства нечестивых Седьмую тысячу лет Наступит покой праведников Мир созданных шесть дней Просуществует шесть тысяч лет А затем наступит суббота для праведников Придет Мессия И устроит свое царство на земле Умершие святые воскреснут И будут согражданами этого царства Иудеи стали ждать не освобождения от грехов И создания духовного царства А земного царства Которое должен был основать Мессия Освободив их от римского владычества И утвердив власть иудеев Над всеми народами Это тысячелетнее царство иудеев Должно предшествовать Вечному царству Бога Которое начнется после тысячелетнего Поэтому глубоко не случайен был Спор о тварности и нетварности Фаворского света Очень интересно отметить Что свое происхождение Хилиазм имеет из кабалы Помимо того иудеи Столковывали различные ветхозаветные тексты В буквальном смысле Как о своем видимом царстве на земле Над всеми народами И о всех чувственных наслаждениях Которые они будут иметь Иудеи Не приняли Христа Давшего им небо Но примут в будущем антихриста Который даст им землю Так из иудейства Как из зерна Произрастает все Древо учения О грядущем царстве блаженства на земле И охватывает все народы Хотя конкретно Зачастую трудно проследить Насколько это учение Переходило в другие религии Из иудейства И народы Насколько оно может быть независимо Там возникло Но хотя и независимо Возникают разные горные речки Однако все в конечном счете Текут в одном направлении Создают одну реку И впадают в одно море Корень же всем им Земля Так и здесь Земные помыслы Вкладываемые сатаной Влекут всех В одно И к одному Христианский хилиазм Из иудейства хилиазм Перешел в христианство Первых веков И распространялся в нем По двум каналам Среди еретиков Среди многих первых христиан И как частное мнение Ряда отцов церкви Первого-третьего века Среди еретиков Родоначальником хилиазма Был Коринф Первый век Написавший свой апокалипсис Он сообразно С иудейскими верованиями Ожидал, что Христос Устроит свое Тысячелетнее царство И восстановит Во всей красе и славе Иерусалим И счастье Участников этого царства Будет Состоять во всевозможных Чувственных удовольствиях Святой Викторин Третий век Объясняя апокалипсис Так писал Не должно слушать тех Которые утверждают Что тысячелет Есть земное царство Они Единомышленники Еретика Керинфа Учение Керинфа Вообще было С элементами Иудейства Филоновского Богословия И христианства Известно Встреча Керинфа Со святым Апостолом Иоанном Богословом В Ефесии И как резко Святой Иоанн Выступил против Керинфа Учение О тысячелетнем Царстве Иудеев Содержала Также Иудетическая Секта Иудействующих Христиан Эвианитов Возникшая В конце Первого века Их учение Вообще Во многом Идет Сходится С учением Керинфа Далее Проповедь О близком Пришествии Христа И его Тысячелетнем Царстве Звучит У Монтанистов Вообще Отличавшихся Неумеренным Стремлением К экстатическим Состояниям И пророчествам Самого Их пророка Монтана Умершего Около Сто семьдесят Пятого Года Считали За Четвертого Тимителя Обещанного Христом Иоанна В четвертом Веке О тысячелетнем Царстве Учил Еретик Аполлинарий Бывший Епископом Владики 351-382 Годы Через Его Труды Позднее Возникнет Монофизитство Параллельно Учение Еретиков О тысячелетнем Царстве Учили Многие Первые Христиане Первый Третий Век Но Это Не Было Общим Верованием Всех Первых Христиан Так Святой Юстин Мученик Сам Учивший О тысячелетнем Царстве Христа На земле Пишет Что Среди Истинных Христиан Часть Приемлет Это Учение А Часть Нет Хелиазм Был Частным Мнением Ряда Отцов И Христиан Первых Веков Общим Верованием Церкви Он Никогда Не Был Учение О светлом Будущем Человечества На земле Хелиастическом Учении Некоторых Первых Христиан И Ряда Нынешних Сект Сравнительно С другими Содержится Пожалуй В самой Легкой Форме Ибо Все-таки Признается Что ему Будет Предшествовать Царство Антихриста Но И Христианам Видимо Удалось Лукавому Забросить Эту Гибельную Лож Пусть В более Легкой Форме Чем У Другим Как Частное Мнение Не Принятое Всей Церковью Хелиастическое Учение Встречается У таких Отцов Учителей Церкви Первых Веков Папии Иерапольские 75-150 Годы Ряд Его Приши Наставлений Признан Неистинами Ситой Иустиный Философ Мученик 167 Год Иринея Леонский 130-202 Тертулиан Второе Начало Третьего Века Уклонился Позднее В Монтанизм Юлия Африкан Ипполит Лактан Церковь Не приняла Учения Тысячелетнем Царстве Хелиазм Опровергали Такие Отцы Как Кай Пресвитий Римский Ориген 185-254 Святой Дионисий Александрийский 248-265 Епископ В Александрии Святой Викторин Третий Век Так еще Святой Апостол Павел Боролся С учением Будто Уже Наступает День Христов Причем Важно Отметить Что Уже Тогда Как Часто И ныне То Учение Выдавалось От имени Апостолов Святой Павел Павел Пишет О послании Как бы Ими Посланном Когда В 4 Веке Прекратились Гонения На христиан То Прекратились И надежды На земное Тысячелетнее Царство Отцы Церкви Называли Чаянии Хилиасов Пустыми Выдумками И Смешными Баснями Второй Вселенский Собор 381 В Константинополе Выражая Православное Мнение Вселенской Церкви Осудил Ереса Полинария О Тысячелетнем Царстве И внес Символ Веры Слова Его же Царствие Не будет Конца С особой Силой Провергал Хилиастическое Учение И учил О царстве Благодати Блаженный Августин 353 430 Великий Церковный Учитель Запада В пятом Веке Хилиазма Уже Не было Так Святой Андрей Кисарийский В пятый Век В своем Толковании Напокалипсис Пишет Что церковь Не приняла Этого Учения А потому О нем Излишне И говорить Вновь Хилиазм Оживает В эпоху Возрождения И реформации В ряде Еретических Сект Интересно Отметить Что выход Из церкви Сразу С силой Воскрешает Это Учение В 1517 году Доктор Мартин Лютер Выступил С 95 Тезисами И тем Было положено Начало Реформации В Германии А всего Через 7 лет Летом 1524 Года Томас Мюнцер Около 1490 525 Вождь Анабаптизма Во главе Крестьянско Плебейских Масс С оружием В руках Начал Устанавливать Царство Божие На земле Царство Социальной Справедливости Эта война Продолжается До мая 1525 Года Пока Восстание Не было Подавлено Вот во что Вылился Хелиазм Анабаптистов Перекрещенцев Или Христианских Братьев Положение Начало Положено Начало Великим Бунтам Восстанием А Немного Позднее И Революциям Так Анабаптисты Во главе С Томасом Мюнцером Начали Построение Царства Божия На земле Не случайно Атеистический Философский Словарь Под редакцией Розенталя 1975 Год Москва Признает Что Религиозная Философия Мюнцера Приближается К атеизму А его Политическая Программа Была Очень близка К сравнительному Утопическому Коммунизму Уравнительному Но этим Деятельность Анабаптистов По устроению Царства Божия Не кончилась В 1534 Году Анабаптисты Изгоняют Из города Мюнцер Епископа И образуют Своё протестантское Государство Во главе С Яном Матисом И Яном Лейденским Так В 1534 35 Годах Существует Мюнцерская Коммуна По смерти Яна Матиса Ян Лейденский Объявляется Царём Нового Израиля Мюнцерская Коммуна Во всём Подражает Древнему Израилю История Повествует О всех Ужасах Бывших В этом Царстве Божием В июне 1535 Года Мюнцерская Коммуна Пала А Ян Лейденский Был Казнён В середине 16 века Анабаптизм Перестал Существовать В своей Первоначальной Форме Распавшись На ряд Сект Отказавшихся От социальной Борьбы Социальная Борьба Продолжалась Далее Уже Во всё Более И более Антирелигиозной Форме Сектанство Так И усвоило Филиазм Правда Отказавшись От непосредственного Построения Тысячелетнего Царства Сектанты Теперь Ждут Когда Придёт Христос И создаст Это Царство На земле Ныне Многие Секты Как Баптисты Менониты Адвентисты Яговисты Пятидесятники Исповедуют Филиазм Третье Философско-политическое Учение И государственная Система Идея Создания Идеального И совершенного Царства На земле Двигала Во все времена Великими Завоевателями И преобразователями Государственных Систем Причём Как правило Эти вожди Были не просто Носителями Государственной Власти Но и власти Религиозной И духовной Учения Этих вождей Носили не просто Политический Характер Но и религиозно Мистические Сами вожди Зачастую В той или иной Форме Почитались Богами Считались Непогрешимыми И всемогущими И всемогущими Царства Их считались Началом Нового Грядущего Всесовершенного Царства Истины Блеска И славы На земле Корни Христа Вождений А пожинает Невыразимые Два великие Государства Востока Индия И Китай Не прекращаются Эти попытки И с утверждением На земле Христианства Укажем Только на Некоторые Попытки Установления Такого Царства Это и священный Воитель Чингисхан Известно Что его Царство Было Принято За Царство Пресвитера Иоанна Очевидно Также Усиленная Попытка В 12 Веке Уничтожить Православие Запада Разгромные Походы Крестоносно С востока Монголо-татарские Орды Изнутри Междуусобица Таким образом Все эти события Являются Не просто Рысарскими Романами А Конкретной Ареной Борьбы Тайны Беззакония 2 Царством Христа Царством Христа Можно Вспомнить И другие Великие Империи И их Создатели Так Грандиозная Империя Созданная Походом Великого Тимура В 1370 1405 Годах Возможно Что Бобур Был в определенной Связи С тайными Учениями Индии И Тибета Из Запада Была Попытка Создания Всемирной Великой Империи Прогресса Наполеона Бонапарта Начало 19 Века 20 Век Это целый Ряд Грандиознейших Попыток Построения Такого Царства Самых Разных Внешне Даже Противоположных Позиций Миллионы Людей Стремляются За своими Вождями В безумном Ослеплении Стремясь Построить Свой Новый Мир И Жестокие Уроки Которые Преподнес 20 Век К этим Несчастным Миллионам Не Вразумляют Людей Вавилонская Башня Строится Здесь Мудрость Имеющий Ум Разумей Несколько Примитивно Но особенно Ясно Учение О светлом Будущем Человечества На земле Проступает Философии Утопистов Термин Утопия Буквально Означает Место Которого Нет Так Термин Утопия Очень ясно И правильно Выражает Сущность Всего Этого Учения Место Которого Нет Но К этому Месту Устремляются Убы Силы Народы Предпосылки Утопического Учения Можно найти Уже У некоторых Писателей Древние Греции И Рима У средневековых Еретиков В программах Некоторых Крестьянских Восстаний Средневековья Систематическое Развитие Утопизма Начинается В эпоху Возрождения Реформации Томас Мюнцер В Германии Мор В Англии Компанелло В Италии Интересно Отметить Что учение Монаха Компанелло Было не только Политическим Но и религиозно-мистическим Связанным С магией И астрологией Дальнейшее Развитие Утопизм Получил В трудах Мелье 1664-1729 Атеиста Всю жизнь Служившего Священником И тихий И таким образом Всю жизнь Обманывавшего Своих Прихожан Мабли Морелле Бобефа И его Последователей Чин Стэнли Участника Диссидентских Сект В Англии Особое Развитие Утопизм Получает В трудах Сен Симона Фурье И Оуэна В дальнейшем Утопические Идеи Перерастают В трудах Классиков Марксизма Ленинизма В учении О коммунизме 20 век Показывает Нам борьбу Многих Миллионов За светлое Будущее В форме Коммунизма К чему Же Это Фактически Приводит Говорят Сами События Еще Одна Великая И страшная Попытка 20 века Утвердить Идеальное Царство Это Фашизм Во главе С Гитлером Известна Связь Гитлера И его Рейха С масонством И тайными Учениями Тибета Символ Фашизма Свастика Сломанный Со всех На всех Концах Крест Мистическая Основа Фашизма Прорывающаяся Временами В откровениях Гитлера Уходит Корнями В тибет Свастику Вернее Обратное Отображение Фюрер Взял Отсюда Были Строго Засекреченные Экспедиции Третьего Рейха В тибет Характер Которых До сих Пор Тайна Вот Несколько Штрихов О секретных Пружинах Двигавших Государственными И политическими Деятелями И Определявших Их Учения Горящие Массы Находятся Внутри Земли Но Временами Вулканы Извергаются Сатана И Сила Его Заключены Христом В бездну Но Бывает Землетрясение Извержение Притечи Антихриста Репетирует Построение Его Царства Фундамент Закладывается Тайна Беззакония Уже В действии А Люди Одержимо Бегут Навстречу Светлому Будущему В кавычках Утопии Месту Которого Нет Имеющий Уши Слышать Да Слышит Оккультизм И Теософия Опять Берет Его Дьявол На весьма Высокую Гору И Показывает Ему Все Царства Мира И Славу И Говорит Ему Все Это Дам Тебе Если Пав Поклонишься Мне Тогда Иисус Говорит Ему Отойди От Меня Сатана Тайна Беззакония Уже В действии Писал Святой Апостол Павел Ныне Эта Тайна Все Более И Более Раскрывается Все Шире Распространяется Эзотерические Знания Завоевывая Умы Сердца Людей Вне Лона Истинной Церкви Люди Теряет Теряет Всякую Способность Распознавания И Разрешения Истины От Лжи Света Тьмы И Вот Среди Прочего Аккультизм И Атеософия Раскрывает Широкую Дверь Для Тонких Прелестей Аккультизм От Латинского Тайны Теософия Богопознание Здесь Имеется Ввиду Ложное Богопознание Тайных Обществ И Их Эзотерических Учений И Многие Входят Этой Широкой Дверью Многих Она Манит Наружная Дверь Все более Распахивается Для людей Внутренние Дверь Уводят Непосредственно В глубины Преисподней И Наоборот Через Аккультизм И Теософию Преисподняя Строит Антицерковь И В конечном Счете Ведет К Антихристу И его Царству Утопизм Выходящий Из него Учения Это Рационально Внешний Путь Аккультизм И Теософия Мистика Тайной Но Ведут К одному И тому же Светлому В кавычках Царству Люцифера Хилиазм Уходят Уходят Его Глубинные Корни Жертва Каина Начало Лжекульта Широкое Распространение Аккультизм Получает Средние Века И Находит Самую Благодатнейшую Для себя Почву В настоящее Время И Даже Народы Долгие Века Имевшие Истинный Культ Впадает Страшный Грех Аккультизма Издаются Аккультные Журналы И Книги Созданы Общества Аккультистов Теософия Фактически Ивряется Утонченным Изощренным Язычеством Теософия Тесно Переплетена С Аккультизмом И Магией Корни Теософии Такие Так же Уходят В глубокую Древность Самая Ее начала Это Ложное Мудрствование О Боге Вложенное В сознание Евы Древним Змеем Теософия Прослеживается В брахманизме Буддизме Кабальда Духом Теософии Проникнут Гностицизм Древних С которым Боролись Сами апостолы Святые Отцы Первых Трех Веков Так Через Гностицизм Теософия Пыталась Задушить Христианство В самом Его Зарождении В Средние Века Духом Теософии Были Проникнуты Секты Катаров Орден Розенкрейсеров Алхимики В шестых В шестнадцатом Восемнадцатых Веках Теософию Развивали Парацельс Фейгель Бенз Его Учение Смесь Протестантизма Астрологии Алхимии Кабалы Теософии Свенденборг Ученый Математик Астроном Горняк Философ Свенденборг Объявил Себя Духовицем И начал Толковать Библию Говоря Что ему Поручил Это делать Сам Христос Теософское Учение Свенденборга Испытало Влияние Гностицизма И кабалы И наконец В 1875 Году В Нью-Йорке Блаватская Основывает Теософское Общество Вскоре Центр Общества Переносится В Индию В город Мадрас В трудах Ее и ее Последователи Разрабатываются Изотерическое Учение Стремящееся Соединить В себе Практически Все Религиозные И другие Учения В основе Же ее Учения Лежит Буддизм И тайные Учения Тибета Гималаев И Индии В 1913 Году Активный Член Теософского Общества Шпенер Создает Учения Антропософии Ныне О всех Этих Учителях И их Учениях Сбывается Сказан Святым Апостолом Павлом Ибо Они Еще Более Будут Преуспевать В нечестии И Слово Их Как Рак Будет Распространяться Некогда Воскресал Псалмопевец Возвожу Очи Моих Горам Откуда Придет Помощь Моя Но Вот Народы Бывшие Столетиями Просвещены Христианским Учением Отвратили Очи Свои От гор Божиих От Господа Бога Сотворившего Небо И землю От Небесного Царства Христа Стали Обращать Очи Свои Горам Земным К Тибету И Гималаям К Йоге И Шамбале Отвратившись От неба Обратились К земле И не видят Что не спадает В преисподнюю Большую роль В обращении Очей Народов В горам Востока Сыграли Николай И Елена Рерих Они Многие Другие Стали Открывать Христианским Народом Завесу Скрывавшую От них Тайные Прелести Тибета И Индии Они Повели Отпавшие Христианство На горы Искушения Кто устоит Кто сможет Сказать Отойди От меня Сатана Вот Маленький Экскурс К разным Народам И религиям Их Учаянием Светлого Царства Имеющий Уму Разумеет О каком Царстве Идет Речь Вот Что Пишет Рерих Книги Сердца Азии Мусульмане Персии Аравии Туркестана Торжественно Хранят Легенду О Мунтазаре Который В ближайшем Будущем Положит Основание Новой Эре Правда Многие Мулы Когда вы Скажете О Мунтазаре Начнут Резко Отрицать Это Но если Вы будете Утверждать И главное Покажете Знание Вопроса Они Переглянутся Улыбнутся И отложат Свои Отрицания Даже Скажут Много Значительных Подробностей Они Скажут Что В Исфагане Стоит Белый Конь Уже Остерданный Для Великого Пришествия А в Мекке Уже Приготовлен Саркофаг Для Будущего Пророка Правды Далее Следует Упомянуть Средневековую Легенду Западно Европейской Страны О Граале Его Его Братстве И его Чаши В Англии Эта легенда Слилась Со Сказаниями О короле Артурии И рыцарях Круглого Стола Интересно Отметить Что Легенда О Граале Была распространена Среди Различных Своев Населения Но Ни Один Из Многочисленных Церковных Авторов Средневековья Не Упоминает О ней Это Свидетельствует О полной Антицерковности Легенды Речь Идет Об антицеркви Как и легенда О Граале В XII веке Когда христианский мир Европы Вступил В контакт С Востоком В западных Странах Появляется Легенда О царе И пресвитере Иоанне Идеальное Царство Которого Находится Где-то На Востоке Слухи Об этом Царстве Не умолкают До XVIII Века До XVII Известно Письмо Царя Пресвитера Иоанна Императору Византии Мануилу Камнену Римский Папа Александр III Посылает Даже в 1177 Году К царю Пресвитеру Иоанну Легата Чтобы обратить Его в Католичество За царство Пресвитера Иоанна Было даже Принято Царство Чингисхана В средние Века Предпринимались Многие Попытки Найти Это Царство Опять Находим Мы Чаяние И поиски Идеального Царства В русском Старобрядчестве Старобрядцы Отделившись В XVII Веке От своей Матери Русской Православной Церкви Верят Что Где-то Есть Место И Братство Хранящее В чистоте Христианскую Веру Появляются Легенды О Беловодье Белой горе Белом острове Белом источнике Неоднократно Предпринимались Попытки Найти Беловодье Искали Где-то В Тибете И Индии Туда Ходили Казаки Староверы Так Или Иначе Многие Сказания И поиски Светлой Страны Ведут К индийской И тибетской Мудрости К их Тайным Учениям Гималайским Тибетским Горам Таинственной Шамбале Владыки Шамбалы Ригден Джало Или Майтрея К братству Махатн Путь туда Через Агни Йогу И другие Индийские Тибетские Мистерии Площу Подготавливает Буддизм Назад Путей Нет Греческий Софист Филострат Составил Своей Борьбе С христианством Около 210 Года Житие Аполлония Тианского Жившего В первом Веке Из этого Писания Мы узнаем Что Аполлоний Тианский Ходил В Индию И был Посвящен Махатмами Аполлония Язычники Пытались Противопоставить Христу Никогда Еще Говорит Римский Историк Вопискус Не видели Человека Более Святого Более Уважаемого Более Обогатворяемого И более Божественного Чем Это Существо Он Мертвым Возвращал Жизнь Он Совершал И говорил Поразительные Вещи Так Язычество И Махатмы Пытались Противостать Христу Так Уже Тогда Во времена Апостолов Действовала Тайна Беззакония Пока Царствует Христос Она не может Стать Явной Но Постудные Энергии Накапливаются Шамбала Действует Вот Некоторые Пророчества О Шамбале И Майтрея И Майтрея Из книги Рериха Сердца Азии Приходящий Майтрея Изображается Со Спущенными Ногами Символ Спешности Майтрея Каждый Воин Шамбалы Наречется Непобедимым Учение Это Сам Владыка Спешит И знамя Его Уже Над Горами Северная Шамбала Идет Мы Не знаем Страха Мы Не знаем Уныния Восставшие Против Шамбала Неизверкнуты Будут Как Кровь Отечет Знамя Майтрея Знамя Земли Нового Мира Для Затемненных И Как Огненное Солнце Для Понявших Описывается Происходящее Уже Ныне День Шамбалы У шатра Шамбалы Лампы Ламы Служат Великому Ригден Джапо Перед Изображением Владыки Поставлено Полированное Зеркало Из узорного Сосуда На его Поверхность Сильют Воду Струя Избегает Полику Зеркало Покрывает Его Странным Узором Колеблется И живет Поверхность Символ Магических Зеркал Где выявляется Будущее Пишет Руины Откровений Пишет Руны Откровений Многим Живущим Являлись Махатмы Есть Культ Майтреи И его Иконы И Шамбалы Есть Изображение Майтреи Посылающего Красных Всадников Покорять Мир Антихрист Его Икона И царство Прокладывает Себе Путь Тайна Беззакония Уже В действии Тайна Беззакония Святой апостол Павел Наверняка Знал Тайну Беззакония И мог Многое О ней Сообщить Но в своем Послании Он указал Только на Существование Этой тайны К чему Она ведет Ныне Многое Об этой Тайне Известно Но все Таки Все Продолжает И далее Совершаться В тайне Пока Господь Не позволит Ей Открыться А потом Уничтожит Ее Тайна Беззакония Как и тайна Спасения Исходит От евреев Через Евреев Небо Соединилось С землею Через Евреев Земля Соединяется С преисподней Проявление Этой тайны В Иудейской Миссионизме В Иудейском Миссионизме Сионизме Кабаля Массонстве Все события Истории Все религии В их взаимосвязи И борьбе Отражает Борьбу Света И тьмы Христианской Церкви И тайны Беззакония Иудейское Миссионство Сионизм Кабала Массонство Пророчествует И строит Своё грядущее Царство На земле Своё идеальное Царство Противопоставляемое Царству Христа От этого От этого Корня Питается Все Древо Ожидание И построение Царства Света На земле Заснувшая Вечером Природа Проснется Только во Дни Ином Увятшие Осенью Растения Живут Только в Году Ином Человек Воскреснет Только в Веке Ином Здесь Ныне Ожидает Нас Только Ночь Зима Смерть Царство Тьмы И ужасов Если Кто скажет Вам Вот здесь Христос Или там Не верьте Рим Париж Берлин Москва Пекин Шамбала Иерусалим Не верьте Ибо восстанут Лже Христы Лже Пророки И дадут Великие Знамения Чудеса Что Упровестить Если Возможно И Избранных Вот Я Наперед Сказал Вам Человек Обрати Взор Свой К небу Там Свет Там Царство Бога Продолжение Толкования Двадцатой Главы Восстание Гога И Магога И ввержение Дьявола В Гиену Двадцатая Глава Седьмой Десятой Стихи Когда же Окончатся Тысячи Лет Сатана Будет Освобожден Из Семницы Своей И Выйдет Обольщать Народы Находящиеся На четырех углах Земли Гога И Магога И собирать их На брань Сислой Как песок Морской И вышли На широту Земли И окружили Стан Святых И город Возлюбленный И не спал Огонь С неба От Бога И пожрал Их А дьявол Прельщавший Их Ввержен В озеро Огненное И серное Как зверь И лжепророк И будут Мучиться День И ночь Во веки Веков Где Зверь И лжепророк Это пророчество Святого Иоанна Тесно Связано С пророчеством Святого Изекииля В Ветхом Завете Святой Изекииль Видит Практически То же самое Что и Святой Иоанн Но гораздо Детальнее Приведем Полностью Пророчество Изекииля Глава 38 39 И было Ко мне Слово Господне Сын Человеческий Обрати Рецот Твою Гогу В земле Магог Князю Рэша Роша Мишеха И Фувала И изреки На него Пророчество И скажи Так говорит Господь Бог Вот я На тебя Гог Князь Роша Мишеха И Фувала И поверну Тебя И вложу Удела В челюсти Твои И выжду Тебя И все Войско Твое Коней Всадников Всех В полном В полном Вооружении Большое В бронях И со щитами И со щитами Всех Вооруженных Мечами Персов И феоплян И ливийцев С ними Всех Со щитами И в шлемах Гомера Со всеми Отрядами Его Дом Фигарма От пределов Севера Со всеми Отрядами Его Многие народы С тобою Готовься И снаряжайся Ты И все Полщища Твои Собравшиеся К тебе И будь Им Вождем После многих Дней Ты понадобишься В последние Годы Ты придешь С земли Избавленную От меча Собранную Из многих Народов На горы Израилевы Которые Были В постоянном Запустении Но теперь Жители ее Будут Возвращены Из народов И все Они будут Жить Безопасно И поднимешься Как буря Пойдешь Как туча Чтобы покрыть Землю Ты И все Полщища Твои И многие Народы С Тобою Так Говорит Господь Бог В тот День Придут Тебе На сердце Мысли И ты Задумаешь Злое Предприятие И скажешь Поднимусь Я на землю Неогражденную Пойду На беззаботных Живущих Беспечно Все Они Живут Без стен И нет У них Ни запоров Ни дверей Чтобы Произвести Грабеж И набрать Добычи Наложить руку На вновь Заселенные Развалены И на народ Собранные Из народов Занимающиеся Хозяйством И торговлею Живущие На вершине Земли Савы И деданы Купцы Фарсийские Со всеми Молодыми Львами Их Скажут Тебе Ты Пришел Чтобы Произвести Грабеж Собрал Полщище Твое Чтобы Набрать Добычи Взять Серебро И золото Отнять Скот И имущество Захватить Большую Добычу Посему Из реки Пророчества Сын Человеческий И скажи Гогу Так Говорит Господь Бог Не так Ли В тот День Когда народ Мой Израиль Будет жить Безопасно Ты Узнаешь Это И Пойдешь С места Твоего От пределов Севера Ты И многие Народы С тобою Все Сидящие На конях Сборище Великое И войско Многочисленное И Поднимешься На народ Мой На Израиля Как Туча Чтобы Покрыть Землю Это Будет Последние Дни Я Приведу Тебя На землю Мою Чтобы Народы Узнали Меня Когда Я Над Тобою Гог Явлю Святость Мою Перед Глазами Их Так Говорит Господь Бог Истинно В тот В тот День Произойдет Великое Потрясение На земле Израилевой И Воскрепещут От лица Моего Рыбы Морские Птицы Небесные Звери Полевые И все Присмыкающиеся Ползающие По земле Все Люди Которые На лице Земли И Обрушатся Горы И Упадут Утесы И Все Стены Упадут На землю И По всем Горам Моим Призову Меч Против Него Говорит Господь Бог Меч Каждого Человека Будет Против Брата Его И Буду Судиться С ними Моровою Язвой И Кровопролитием И Пролью На него И На полки Его И На многие Народы Которые С ним Все Потопляющий Дождь И Каменистый Град Огонь И Серый И Покажу Мое Величие И Святость Мою И Явлю Себя Перед Газами Многих Народов И Узнает Что Я Господь Ты же Сын Человеческий Извреки Пророчества Нагога И Скажи Так Говорит Господь Бог Вот Я на тебя Голг Князь На открытом Поле Падешь И Я Сказал Это Говорит Господь Бог И Пошлю Огонь На землю Магог И На Жителей Островов Живущих Беспечно И Узнает Что Я Господь И Явлю Святое Имя Мое Среди Народа Моего Израиля И Не Дам Вперед Бесславец Святого Имени Моего И Узнает Народы Что Я Господь Святый В Израиле Вот Это Придет И Сбудется Говорит Господь Бог Это Тот День О Котором Я Сказал Тогда Жители Городов Израилю Выйдут И Разведут Огонь И Будут Сожигать Оружие Щиты Латы Луки Стрелы Булавы Копья Семь Лет Будут Жечь Их И Не Будут Носить Дров С Поля Не Рубить Из Лесов Но Будут Своих И Оберут Обирателей Своих Говорит Господь Бог И Будет Тот День Дам Гогу Место Для Могил Израиле Долину Прохожих На Восток От Море И Она Будет Задерживать Прохожих И Похоронят Там Гога И Все Полчища Его И Будут Называть Е Долиной Полчища Гогова И Дом Израиля Семь Месяцев Будет Хоронить Чтобы очистить Землю И Весь Народ Земли Будет Хоронить И Знаменит Будет У них День В Который Я Прославлю Себя Говорит Господь Бог И Назначат Людей Которые Постоянно Обходили Бы Землю И С Помощью Прохожих Погребали Бы Оставшихся На Поверхности Земли Для Очищения Е По Прошествии Семи Месяцев Они Начнут Делать Поиски И Когда Кто Из Обходящих Земли Увидит Кость Человеческую То Поставит Возле Нее Знак Доколе Погребатели Не Похоронят Ее В Долине Полчища Гогова И Будет Имя Городу Гомона Полчища И И Очистят Они Землю Ты 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 Сын Человеческий Так Говорит Господь Бог Скажи Всякого Рода Птицам И Всем Зверям Полевым Собирайтесь И Идите Со Всех Сторон Сходитесь К жертве Моей Которую Я Заколю Для Вас К Великой Жертве На Горах Израилевых И Будете Есть Мясо И Пить Кровь Мясо Мужей Сильных Будете Есть И Будете Пить Кровь Князей Земли Баранов Ягнят Козлов И Тельцов Всех Откормленных На Васане И Будете Есть Жир До Сытости И Пить Кровь До Опьянение От Жертвы Моей Которую Я Заколю Для Вас И Насытятся За Столом Моим Конями И Садниками Мужами Сильными И Всякими Людьми Военными Говорит Господь Бог И Явлю Славу Мою Между Народами И Все Народы Увидят Суд Мой Который Я Произведу И Руку Мою Которую Я Наложу На Них Это Пророчество Святого Иезекииля Есть Подробная Расшифровка Пророчества Святого Иоанна Когда же Окончится Тысяча лет То есть В последнее Время Перед Кончиной Века Сатана Будет Освобожден Из Темницы Своей Темницы Здесь Названы Бездна В которой Господь На кресте Заключил Сатану И Ангелов Его И Соблюдает В вечных Узах Под Мраком На суд Великого Дня Но Незадолго До дня Страшного Суда Сатана Будет Освобожден На Малое Время Важно Отметить Что Не сам Освободится А Будет Освобожден Связанный Христом На кресте Сатана Сам Освободиться Не может Ибо Лишен Силы Но Он Будет Освобожден Промыслительной Десницей Божией В последний Раз Ему Будет Дана Воля И Тогда Он Довершит Меру Своих Беззаконий Событие Освобождения Сатаны Из Темницы Является Явно Тем Что Восвобождение Ангела Бездны Аполеона И Саранчи Из Кладези Бездны И Выхождение Зверя Из Бездны В разных Образах Святому Яну Показывается Как Будет Освобожден Сатана Связанный Христом И Как Он Через Антихриста Создаст Своё Царство На земле Сатана Выйдет Обольщать Народы Находящиеся На четырёх Углах Земли Обольщение Прелесть Вот Я Древнего Змея Наступило Время Последнего Укуса Ещё Раз Он Обольстит Все Народы Находящиеся На всех Четырёх Сторонах Света Западе И Востоке Севере И Юге Обольщаемые Народы Названы Гог И Магог Значение Этих Имён Пишет Блаженный Августин В переводе Таково Гог Кровля Магог Из-под Кровли Как будто Дум И тот Кто Выходит Из дома И так Это те Народы В которых Заключён Как бы В бездне Дьявол По Святому Андрею Кесарийскому Гог И Магог Суть Полуночные И Отдалённейшие Народы Скифские Или Как мы Называем Их Гуммы Самые Воинственные Многочисленнейшие Из всех Народов Или же Лучше Сими Именами Обозначается Или Собрание Народов Или Их Превозношение Гог Означает Собрание А Магог Превозношение С другой С другой Стороны Повествование Святого Иоанна О возмущении Народов Гога И Магога Весьма Напоминает Описание Пророка Изекииля О Гоге Владыке Земли Магог Пророка Изекииля Перечисляется Гог Магог Рож Мишех Фувал Гомер Фигары Пять Из этих Семи Имен Мы Находим В бытие 10.1.5 Среди Потомков Иофета Гомер Магог Фувал И Мишех Сыновья Иофета Ифагерм Сын Гомера Внук Иофета Таким Образом Ясно Что Это Будет Иофетов Северные Народы Интересно Еще Отметить Что В бытие 10.5 Изекииля 39.6 Говорится О Жителях Островов Во Главе Будет Князь Гог С ними Заодно Будут И Хамитские Народы Как Персы Эфиопляне И Левицы Вместе Ж Они Воззигнут Брань Против Собравшихся Из Растений Израиля Но Найду Себе Там Могилу Все Это Подробно Описывает Пророк Изекииль Святой Иоан Написывает Это Так Что Сатана Будет Собирать Их На Брань Число Их Как Песок Морской И Вышли На Широту Земли И Окружили Стан Святых И Город Возлюбленный И И Спал Огонь С Неба От Бога И Пожрал Их Это Весьма Напоминает Пророчество О Вавилоне Великой Блуднице Сообразовывая Все эти Пророчества Можно Представить Себе Следующую Картину В Иерусалиме Воцаряется Антихрист При этом Он Покоряет Себе Трех Царей А Семь Других Принимают Его Сами Эти Десять Царей Наиболее Преданы Ему На Севере От Израиля Среди Афетовых Народов На Протяжении Долгих Веков Выделяется Своим Могуществом И Нечестием Один Город Великий Вавилон Он Становится Всемирным Центром Культуры Торговли Могущества И Нечестия Под Его Знаменем Соберется Множество Народов В том Числе И Хамиты Конфину Века Северный Город Вавилон В высшей Степени Воспримет Все Антихрист Нечестие Но Между Антихристом Иерусалим И его Десятью Царями С одной Стороны И Великим Вавилоном С другой Стороны Разгорается Вражда Наконец Гог Измагога И Великая Блудница Вавилон Со множеством И Афетовых Народов В союзе С Хамитами Двинутся На войну С Израилем Где Будут Царствовать Антихрист В Израиле Все Эти Народы Во главе С Гогом Найдут Себе Могилу Там Настигнет Их Божественная Кара Огонь С неба Сера Всепотопляющий Дождь И Каменный Град Это Можно Также Отождествить С битвой Армагеддон В это Время На севере Кара Постигнет И самый Город Вавилон Который Падет И будет Совершенно Уничтожен Такая Картина Этого Последнего Великого Возмущения Народов Представилась Нам На основании Сопоставления Текстов Иезекиеве Бездна Иезекиеве 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 И Мистери Это Подобно Как Пролил Господь На Содом И Гоморру Дождем Серый Огонь От Господа С неба Подобно Как При Пророке Ильи Сошел Огонь С неба И Попалил Послан И Саря Пророк Уже Иезекиеве Господь Так Говорит О гибели Полчищ Гога И Магога И Пролью На Него И На Полки Его И На Многие Народы Которые С ним Всепотопляющий Дождь И Каменный Град Огонь И Серу 38 22 В 19 Главе Покалипсиса Это Событие Было Описано Так О Проче Убитый Мечом Сидящего На Коне И Сходящим Из Уз Его И Все Птицы Напитались Их Трупами После Описания Гибели Прельщенных Описывается Гибель Прельстителя А Дьявол Прельщавший Их Ввержен В озеро Огненное И Серное Где Зверь И Лжепророк И Будут Мучиться День И Ночь Во Веки Веков Так Священное Повествование Библии Дошло До Момента Последнего Поражения И Окончательного Вечного Осуждения Дьявола Падение Начавшееся Неизвержением Люцифера Через Архангела Михаила Который Победил Его Завершилось Достигло Своей Последней Точки Начавший На небе У Престола Божия Попадает В озеро Огненное Стерное Что Из Гиенна Огненная Или Смерть Вторая Причем Дьявол Как и зверь Антихрист И Лжепророк Все трое Попадают В Гиенну Без суда Еще до Самого Страшного Суда Антихрист И Лжепророк Первые Обитатели Гиенны Огненной Встречают Теперь Своего Пораженного Господина Дьявола Сам Дьявол Не Предстанет На суд Как Уже Осужденный Издревле От Века В Огонь Вечный Уготованный Дьяволу И Ангелом Его Это Предначальное Осуждение Дьявола Совершил Иисус Христос Через Свою Крестную Смерть Тогда Господь Сказал Ныне Суд Миру Сему Ныне Князь Мира Сего Изгнан Будет Вон И Дух Святой Теперь Обличает Мир О суде Что Князь Мира Сего Осужден Потому В последний День При втором Славном Пришествии Христовом Дьявол Без Суда Как Уже Осужденный Изгнанный Будет Ввержен В Гену Огненную Слуги же Что Господь Ангелов Не Сохранивших Своего Достоинства Но Оставивших Своё Жилище Соблюдает В вечных Узах Под Мраком На Суд Великого Дня Об этом Говорит И Святой Павел Верующим В Каринфе Разве Не Знаете Что Мы Будем Судить Ангелов Но Не Надо Думать Что Там На Страшном Суде Будет Еще Решаться Вопрос Спасения Или Гибели Демонов Об этом Ясно Пишет Святой Апостол Петр Что Бог Ангелов Согрешивших Предал Блюсти На Суд Для Наказания Не Для Того Предстанут Демоны На Суд Чтобы Может Быть Еще Получить Помилование Но Для Наказания Далее Сказано И Будут Мучиться День И Ночь Во Веки Веков То Есть Вечно Этими Резкими Словами Совершенно Отсекается Ересь Оригена Возможности Спасения Сатаны Мысль О том Что В конце Концов Все Нечестивые Бесы Даже Сам Сатана Спасутся Может Приятно Ласкать Сердце Человека И играть На его Лучших Чувствах Разве Не Прекрасно Если Все Спасутся Разве Не Хочется Этого И таким Путем Проникнув Сердце Эта Мысль Совершает Своё Дальнейшее Действие Ешь Пей Веселись Не Утруждай Себя Трудами О Спасении Все Равно Не Погибнешь Ну Вот Сладко Убанюканный Человек Вдруг Проснется От Коснувшегося Его Пламени Вечного Огня Сон Прошел Начнется Страшная Вечная Реальность О Дьяволе Сказано Христом Что Когда Говорит Он Ложь Говорит Своё Ибо Он Лжец И Отец Лжи Дьявол Источник Всякого Греха Поэтому Лукавая Мысль О Спасении Дьявола Равносильна Мысли О Спасении Лжи Убийства Блуда И Всякого Греха Дьявол Не Может Быть Спасен Как Не Может Быть Спасен Грех Как Не Может Быть Светлой Тьма Желать Жалеть Дьявола И Печалиться О Нем Равносильно Тому Чтобы Жалеть Грех И Даже Хуже Ибо Дьявол Является Не Грехом А Источником И Отцом Греха Дьявола Нет Вне Греха Для Человека Грех Это Нечто Внешнее Привнесенное Извне Несвойственное Ему Для Дьявола Грех Это Свое И Грех Его Его Источник Должна Вечно Погибнуть Глава Двадцатая Страшный Суд Одиннадцатый стих И Увидел Я Великий Белый Престол И Сидящего На нем От Лица Которого Бежало Небо И Земля И Не Нашлось Им Место Так Начинает Святой Иоанн Описание Великого Зрелища Открывшегося Его Пророческому Взору И Увидел Я Великий Белый Престол Это Божий Престол Страшного Суда Об этом Так Говорил Сам Господь Когда же Придет Сын Человеческий Во славе Своей И Все Святые Ангелы С ним Тогда Сядет На Престоле Славы Своей Этот Престол Славы И Видит Теперь Святой Иоанн Святой Андрей Кисарийский Под Белым Престолом На Котором Воссядет Судья Неба И Земли Разумеет Божие Упокоение Которое Он Сотворит В Прославленных Добродетелями Святых Восседая На Них Как На Престоле А Впрочем Мы Конечно Не Можем Себе Представить Что Именно Представляет Собой Этот Престол Здесь Как И во Многих Других Случах Священное Писание В земных Образах И Понятиях Показывает И Описывает Нам Незримое И Неописуемое Престол Белый Ибо Свят Чист И Неподкупен Судья Сидящий На Нем У Белого Престола Обнажится Все Нечистое Там Не Будет Места Для Мзды Но Только Для Праведного Возмездия Трепещи Душа Предстать Перед Сим Престолом Престол Та же Великий Что Говорит О Величии И Всемогуществе Божием Как Великий Этот Престол Отличается От Тех Малых Которые Святой Иоанн Видел Ранее На Великом Престоле Святой Иоанн Видит Сидящего На Тех Престолах Он Видел Сидящих Подобно Видел Пророк Даниил Видел Я Наконец Что Поставлены Были Престолы И Воссел Верхи Днями Одеяние На нем Было Бело Как Снег И Волосы Главы Его Как Чистая Волна Престол Его Как Пламя Огня Колеса Его Пылающий Огонь Огненная Река Выходила И Проходила Пред Ним Тысячи Тысяч Служили Ему И Тьмы Тем Предстояли Пред Ним Судьи Сели И Раскрылись Книги Здесь Мы Опять Видим Один Великий Престол Как Пламя Огня И Сидящего На нем Судью И Создателя Всех Бога Вседержителя А Также Видим И Другие Меньшие Престолы Сидящих На них Судей С Книгами О Великом И Малом Престолах Говорил И Сам Господь Иисус Христос Истинно Говорю Вам Что Вы Последовавшие За Мною В Паке Бытии Когда Сядет Сын Человеческий На престоле Славы Своей Великий Белый Престол Сядете И Вы На Двенадцати Престолах Судить Двенадцать Колен Израилевых Как И Святой Апостол Павел Павел Пишет Что Святые Будут Судить Мир И Сам Святой Тайнозритель Иоанн Уже Ранее Видел Как Престол Стоял На Небе И На Престоле Был Сидящий И Вокруг Престола Двадцать Четыре Престола А На Престолах И Сидевших Двадцать Четыре Старца Так Должно Себе Представлять Картину Суда Судья Всех Восседает На Великом Белом Престоле Вокруг Иные Престолы И Восседающие На Них Праведники С Книгами Также Имеющие Вместе Со Своим Творцом Судить Мир И Увидел Святой Иоанн Не Только Великий Белый Престол Но И Сидящего На Нем Он Упоминает О Лице Его Но Не Описывает Ибо Он Не Описуем Также Видел И Святой Пророк Исайя Гос Господа Сидящего На Престоле Высоком И Превознесенном Но Не Мог Описать Божественного Лика Приньил Описывает Немного Подробнее Воссел Ветхи Днями Одеяние На нем Было Бело Как Снег И Волосы Главы Его Как Чистая Волна Белое Одеяние Сидящего Соответствует Белому Престолу Так Всем Нам Надлежит Предстать Предвеликим Белым Престолом Сидящего Святого Страшного И Неописуемого Кто Сей Сидящий Здесь Не следует Как В четвертом Втором И пятом Первом Разуметь Именно Бога Отца В Его Ипостасном Отличии От Сына И Святого Духа Либо Здесь Надо Разуметь Бога Вообще Как Судью Неба И Земли Либо же Конкретно Господа Вседержителя Иисуса Христа На Последние Указывают Такие Слова Сын 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 На Престоле Все Творю Все Новое А Это Восстановление Твари Совершается Через Сына Так Сказано Кто Во Христе Тот Новая Тварь Древнее Прошло Теперь Все Новое И Опять Сказано В Паке Бытии Когда Сядет Сын Человеческий На Престол Славы Своей Далее Сидящий На Престоле Говорит Совершилось Я Есмь Альфа И Омега Начало И Конец Жаждущему Дам Даром От Источника Воды Живой А эти Слова Совершенно Очевидно Принвижат Христу Сыну Божью Да и Господь Говорил Что Отец И Не Судит Никого Но Весь Суд Отздал Сыну И Иоанн 5.22 Совершители Страшного Суда Новый Завет Всегда Представляет Иисуса Христа И Даже Сам Суд Назван Судилище Христово Описав Судью Святой Иоанн Начинает Описывать Сам Суд Предвеликий Белый Престол Предстанут Не только Люди Но и Вообще Всякая Тварь Небо И Земля Все Живое И Неживое Об Эм Так Сказано От Лица Которого Судей Сидящего На Престоле Бежало Небо И Земля И Не Нашлось Им Места У Пророка Даниила Мы Уже Видели Что Он От Престола Божественного Судей Огненная Река Выходила И Проходила Через Перед Ним Поэтому Всему Чему Надлежит Предстать Пред Престолом Божиим Должны Пройти Через Эту Огненную Реку Суда Об Это Так Пишет Святой Ефрем Сирин Судья Воссядет На Огненном Престоле Окрест Его Море Пламени И Река Огненная Течет От Него Подвергнуть Испытанию Все Миры И Другом Месте Как Снесем Это Братья Когда Увидим Огненную Реку Плещущую С ярости И Пожигающую Всю Землю И Все Дела Я Жен На Ней Небо И Земля Испорчены Грехом Через Грехопадение Ангелов И Людей Потому Что Тварь Покорилась Сует Недобровольно Но По Воле Покорившего Е И Мы знаем Что Вся Тварь Совокупно Стинает И Мучится Доныне Рим 8 20 Звезда Солнце И Луна Горы Моря И Реки Цветы И Травы Растения Животные Все Поражено Смертельной Болезнью Греха А Потому Бежало Небо И Земля От Леса Боже Нашлось Им Место В Вечном Царстве Света Со Страшной Скорости Весь Пораженный Грехом Космос Уносится В Бесконечные Дали Вечного Мрака Святой Апостол Петр Так Описывает Прохождение Вселенной Через Обнанную Реку Истекающую От Престола Божия Нынешние Небеса И Земля Сберегаются Огню На День Суда И Погибель Нечестивых Человеков Придет же День Господень Как тать ночью И Тогда Небеса Шумом Прейдут Стихии же Разгоревшись Разрушатся Земля И все Дела На ней Сгорят В тот День Воспламененные Небеса Разрушатся И Разгоревшиеся Стихии Растают Так Исполнятся Слова Священного Писания Что Этот Мир Проходит И Похоть Его Ибо Проходит Образ Мира Сего Человек Доколе Будешь Искать Себе Сокровища В этом мире Которому Надлежит Пройти Бежать От Лица Божия И Престола Его Сгореть В огненной Реке Почему В твоем Сердце Только То Находит Себе Место Чему Ненайдено Будет Место Вечности Посему Отвратитесь От Подверженного Рабству Тления И О горнем Помышляете О Неземном Но Неправильно Думать Что Вся Тварь Будет Просто Уничтожена И Бесследно И Счезнет Это Голубо Торжество Не Бога А Сатаны Христос Не Только Умер Но И Воскрес Проходит Образ Мира Сего Тленного И Греховного Но И Сама Тварь Освобождена Будет От Рабства Тленью Свободу Славы Детей Божиих То есть Будет Не Просто Уничтожение Но Перерождение И Обновление Об этом Так Писали Святые Отцы Святой Ириней Леонский Не Истребляется И не Уничтожается Ни Состав Ни Существо Тварей Ибо Верен Истинам Устроившие Ее Но Приходит Образ Мира Сего То есть То В чем Было Преступление Ибо Всем Обветшал Человек А потому По Божественному По Божественному О всем Предведению И Образ Сей Был Только На Время Святой Нефодий Неудобно Приятно Такое Иных Рассуждение Что Все До Основания Погибнет И что Не будет Ни земли Ни воздуха Ни неба Ибо Хотя Для очищения И обновления Весь мир И воспламенится Будучи Потопляем Огнем Однако Не дойдет Он До Окончательной Погибели И Истребления Так же Думали Блаженный Антипатр Святой Андрей Кесарийский И другие Святые Показав Как Предстал Предстрашным Судьей Весь Космос Святой Иоанн Описывают Далее Как Происходил Суд Над людьми И Увидел Я Мертвых Малых И Великих Стоящих Пред Богом И Книги Раскрыты Были И Иная Книга Раскрыта Которая Есть Книга Жизни И Судины Были Мертвые По Написанному В Книгах Сообразно С Делами Своими Двадцать Двенадцать Это Картина Всеобщего Суда На Который Надлежит Предстать Всем Людям В Последний День Ибо Всем Нам Должно Явиться Предсудилище Христова Не Дивитесь Ему Ибо Наступает Время В Которое Все Находящиеся В Гробах Услышат Глаз Сына Божия И Изыдат Творившие Добро В Воскресении Жизни А Делавшие Зло В Воскресении Осуждения И Увидел Я Пишет Иоанн Мертвых Под Мертвыми Разумеется Все люди Умершие Телесно Или же В Особенности Мертвые Во Грехах То Что Здесь Не Упоминаются Дожившие До Второго Пришествия Христова И Не Претерпевшие Телесной Смерти Но Изменившиеся Не Изначает Что Их И Не Будет На Суде Они Как И Зашедшие Из Гробов Предстанут Пред Престолом Суда Ибо Всем Нам Должно Явиться Предсудилище Христова Говорит Святой Апостол Павел А в другом Месте Каждого Дело Обнаружится Ибо День Покажет Потому Что В огне Открывается И огонь Испытывает Дело Каждого Каково Оно Есть Святой Иоанн Видит Представших Пред Престолом Бога Малых И Великих Малые Великие По Возрасту По Богатству Славе И Положению В Обществе И Церкви По Совершению Греховных Дел Все Одинаково Предстанут На суд Это Будет Нелицеприятный Суд Всеправедного Судей Святой Иоанн Видит Их Всех Стоящих Пред Богом А Пред Богом Все Равны Каждого Каждого Тоже Равны Предстанут На суд Как Мы Уже Ранее Видели Что Всем Нам Должно Явиться Предсудилище Христова Чтобы Каждому Получить Соответственно Тому Что Он Делал Живя В Теле Доброе Или Худое То Есть Предстанут На суд И Добрые И Худые Потому Ложно Учат Те Кто Говорят Что Праведные Не Предстанут На Страшный Суд При Этом Они Ссылаются На Слова Христова Слушающий Слово Мое И Верующий В Пославшего Меня Имеет Жизнь Вечную И На суд Не Приходит Но Перешел От Смерти В Жизнь Таковые Говорят Что Как Только Умирает Праведник То Он Сразу Без Мутарств Без Молитв Церкви И Даже Без Суда Идет К Богу Это Неверно По Следующим Причинам Во Первых Это Противоречит Тем Ясным Местам Священного Писания Где Говорится О Том Что Праведники Тоже Предстанут На суд Матфея 25 31 1 Коринфянам 3 11 2 Коринфянам 5 10 Во Вторых Слова Христа В Иоанне 5 24 Должны Разуметь Не так Будто Праведники Не предстанут На страшный суд А так Что Они Еще На земле Через Веру И Таинство Обрели Вечную Жизнь И на суде Будут Не осуждены Но Оправданы В покаянии Они Осудили Себя А потому Не будут Осуждены Богом В Третьих Это Видно Из того Что На суде Будет Открыта Книга Жизни И осуждены Будут Не все А только Ненайденные В ней Найденные Жи В этой Книге Есть Праведники Имеющие Наследовать Жизнь Вечную Четвертых Смыслью Что Праведники Не Предстанут На суд Не Может Смириться Нравственное Чувство Христианина Есть Такой Принцип Что За Преступление Следует Наказание И Что Нет Ничего Тайного Что Не Сделалось Бы Явным И Ничего Не Бывает Потаенного Что Не Вышло Бы Наружу Без Суда Это Нарушается Обреченный И Наказанный Может Получить Прощение И Искренний Человек Не Может С Радостью Принять Прощение Не Будучи Сначала Облегчен Обличен Просмотрев Беспристрастно Свою Жизнь Как Может Нравственное Чувство Христианина Согласиться С тем Чтобы Не Предстать На суд Никак С Другой С С С Нельзя Думать Что Нечестивые Не Воскреснут На суд Так Святой Кирилл Иерусалимский Объясняя Слова Псалма Не Воскреснут Нечестивые На суд Учит Если Сказано Что Нечестивые Не Воскреснут На суд То Означается Син Что Воскреснут Не На суд А На Суждение Потому Что Богу Нет Нужды В Долгом Исследовании Но Тот Час По Воскресению Нечестивых Последует Их Наказание Блаженный Сеодорит Учит Не Сказал Святой Дух Не Воскреснут Нечестивые Но На суд Не Воскреснут То есть Воскреснут Но Не На суд А На Суждение Потому Что Не И Не 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 Воскресении И Нечестии Их Явно Ожидают Одного Наказания Как Убийц Взятых На самом Месте Преступления Судьи Приводят Судилище Не Для Того Чтобы Обличать Но Чтобы Произнести Над ним Согласный Закон Приговор Так Проведшие Жизнь Нечестии Немедленно По Воскресении Понесут Наказание Именно Суд Берут Будут Приведены Но И Услышат Приговор К К К К К К К К Сол Ясно Поступает В Русском Переводе Потому Не Устоят нечестивые на суде. Далее описывают, как совершается сам суд. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судины были мертвые по написанному в книгах сообразны с делами своими. О раскрытии многих книг на суде написано также у пророка Даниила. Судьи сели и раскрылись книги. Даниил 7.10. По этим книгам будут совершаться суд над каждым человеком. И мы здесь разумеют книги Священного Писания, по которым будут сверяться жизнь и дела каждого человека. Поэтому каждый из нас должен во всем строить свою жизнь по этим священным книгам. Слово Божие будет нас судить в последний день. Эти книги написаны не для кого-то, а для каждого из нас. В них написана воля Божия, исполняя которую только и возможно спастись. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся мне день и ночь, да пусть точности исполнять все, что в ней написано. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Новин 1.8. «Тогда только сможешь устоять на страшном суде». Сейчас многие, и верующие, и неверующие, не раскрывают этих священных книг, но они все равно будут раскрыты на суде. И что ответишь, когда будешь судим по написанному в книгах священного писания? Будут ли дела твои сообразны с написанным в этих книгах? Читайте священное писание, исполняйте его и будете жить. Лучше же под раскрытыми книгами разуметь совесть каждого человека, как в некую книгу записываются все помышления, слова и дела человека. Сейчас эта книга закрыта, но на суде она будет раскрыта. То, что сейчас порой остается закрытым, не только от постороннего взгляда, но и от самого себя, все будет раскрыто тогда. Тот день покажет дело каждого, каково оно есть. Тогда, как в раскрытой книге, каждый увидит себя и дела свои, каково оно есть. И сообразно с написанным в книге мыслей и деяний каждого человека будет ему и суд. Душа, помнишь ли всегда об этом? Помимо этих многих книг, еще именная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Об этой книге смотри в толковании 3.5. В эту книгу по преддверению Божию вписаны имена всех имеющих наследовать жизнь вечную. Многие книги будут открыты для обнаружения дел каждого человека, безразлично верующего или неверующего. По ним каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А по книге жизни будет определяться как бы конечный приговор или вечная участь каждого человека. Записанные в эту книгу при святом крещении и не изгладившие из нее своего имени делами своей жизни наследует царство, уготованное им от создания мира. И судимы были мертвые. Сейчас время свободы, потом будет суд. Сейчас, человек, делай что хочешь, потом будешь за все отвечать. Сейчас сеется семя, потом пожнешь плоды. Всем нам должно явиться предсудилище Христова. Но от белого престола суда выходит огненная река Даниилы 7.10. А потому всякий не иначе пристанет предстрашным судьей, как пройдя через эту реку. Истекающий от престола река огня охватит, омоет и попалит своим пламенем всякого идущего к судье. Страшно идти против течения могучей реки, стекающей с высоких гор. Но как пойдешь, человек, через реку огня, истекающий от небесного престола? В той огненной реке каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Если даже природа, звезды и луна, травы и цветы, небо и земля не устоят, но уносимые страшной клокочащей огненной рекой бежат от престола с неимоверной скоростью, и не найдено им место, то как устоишь ты, грешный и слабый человек? Как найдется тебе место? Как снесем это, братья, взывает святой Ефрем Сирин, когда увидим огненную реку, плещущую с яростью и пожигающую всю землю, и все дела я же на ней. У кого дело, которое он строил, устоит? Во время разлива горных рек все, ил, деревья, камни, люди, превращаются в быстро уносящиеся вниз страшное клокочащее месиво. Что поможет тогда, когда разольется всеиспытующая огненная река суда? Восплачь, человек, и вострепещи, и истово помолись со всей церковью. Христианская кончина живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшное судящее Христово просим. «Подай, Господи!» Тогда устоит только золото огнем очищенное, 3.18. А потому советую тебе, душа, купить его у Христа. Только добрые дела, соделанные в Духе Святом, смогут устоять в том огненном испытании страшного суда. Только сам испытующий сердца, помыслы и дела человеческие, сможет тогда помочь. Взирай на него, человек, всегда помни день смертный, и всегда помни день судный. Память о дне суда удержит тебя от всего нечистого и скверного, и возгреет к делам добрым и праведным. «И судины были мертвы, — пишет святой Иоанн, — сообразно с делами своими». И далее он еще раз напишет. «И судин был каждый по делам своим». Можно привести множество других мест священного писания, говорящим о том, что на страшном суде будут испытываться именно дела человека, и, соответственно, с делами будет воздаяние. Так, например, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. 1 Коринфянам 3.13 «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Не может быть у Бога неправдой, или у Сидержителя неправосудие, ибо он по делам человека поступает с ним». Иов 34.10.11 «Ибо придет Сын Человеческой во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Матфей 16.17 «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Иаков 2.13 Все эти и многие другие места Священного Писания противостоят протестантскому учению об оправдании только верою, а не делами. Это учение силой провозгласил доктор Мартин Лютер, а за ним оно было подхвачено почти всеми протестантскими и тектантскими течениями. При этом ссылается на такие места, как Галатам 3.2 «Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление веры?» И подобное этому. И поныне всюду протестантов и в сектах проповедуется, что спасает только вера, а не дела. Прекрасное опровержение этого лжеучения дает святой апостол Иаков, брат Господень. «Что пользы, братья?» Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера его спасти? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веру и только? Ибо как тело без Духа мертво, так и вера без дел мертва. Иаков 3.14.17.24.26 Совершенно верна та мысль, что спасение нельзя заработать своими добрыми делами или тем более чужими, но и совершенно неверна мысль, что спастись можно своей верой. Спасает не вера и не дела, а Христос. Не вера утопающего в спасающего и не попытка его ухватиться за него спасают, но сам спасающий, так и здесь, спасает только сам Бог. От человека же требуется равна и вера, и дела, чтобы приобщиться к спасению. Необходима вера, действующая любовью. Галатам 5.6. Места же писания, приводимые протестантами, говорят не о ненужности и не спасительности дел, а о невозможности спастись посредством своих собственных дел и фарисейского исполнения ветхозаветного закона, но ведь также невозможно и спастись посредством фарисейского упования на свою веру. Уповайте на Христа Спасителя, верьте в Него, соединитесь с Ним в таинствах и творите добро. На страшном суде с нас спросятся наши дела, по делам будет и воздаяние, поэтому спешите делать добро. Далее святой Иоанн описывает то, что также произойдет в последний день, но предшествует самому суду, всеобщее воскресение мертвых. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Все люди от первого до последнего, какой бы смерти не умерли, какой бы участь их тела не подвергнусь, воскреснут. Сколько ни было и не будет рожденных на свет, говорит Ефрем Сирин, все придут на сие позорище, ведет суд, все умершие соберутся на место суда, ужасом будет объята смерть, и изблюют все свою добычу, и не оставят ни одного мертвеца, не представив его в судилище. Земной персти повелено будет отделить прах умерших, кто поглощен морем, кого пожрали звери, кого расклевали птицы, кто сгорел в огне, все пробудятся, восстанут и явятся. Как и сказано, что наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения. в смерти душа человека оставляет его тело. Тело же, разлагаясь, притворяется в прах земной, от которого оно и было взято. И мы считаем, что это тело исчезнет в огне суда, а Господь сотворит новые тела людям. Так считал, например, Ориген, но это неверно. Мы уже видели, что мир не исчезнет, но пройдет его ветхий образ и сотворится новый. Так и здесь. То самое тело, которое некогда умерло и исклело, непостижимым нашему умным образом воскреснет. «Всякое тело», — говорит святой Андрей Кисарийский, «на что разложилось, из того же будет составлено и отдано, было ли оно предано земле или морю. Если бы Бог до конца уничтожил старый мир и заново создал новый, в том числе и тело людей, то это была бы победа сатаны. Но всемогущий Бог не оставит и не уничтожит свое творение, но спасет его и совершенно обновит. Участники воскресения жизни получат новые тела, сообразные телу воскресшего Господа Иисуса Христа, который уничтоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. В таком духоносном теле воскресшие люди будут жительствовать на небе. Воскресение жизни будет совершено животворящим Духом Божиим, как сказано, что воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Печать Духа Святого есть залог этого воскресения, поэтому Бог и запечатлел нас и дал залог Духа в сердце наше. Участники воскресения осуждения получат тела, соответственные страшным местам гиены огненной. Тела, которые будут вечно гореть, но не сгорать. Тела, которые будут вечно точить червь неумирающей. То, что мертвых отдало море смерть и ад, означает, что умершие всеми видами смерти одинаково будут воскрешены в последний день. Под отданными морем следует буквально понимать всех утонувших в морях. Разуме, здесь под морем множеству народов нет никакого основания. Разграничить же конкретно отданных смерти и адом очень трудно. Понимать это можно различно. Либо речь идет о всех претерпевших смерть, когда душа отделилась от тела и пошла в ад. Место нами неведомое, приемлющие души, отходящие отсюда. В этом смысле ад надо разуметь не как место мучения, а как место пребывания душ всех умерших людей. Можно же разуметь и ад как место, где мучаются сейчас души нечестивых, ибо святой Иоанн вообще в этом видении видит в основном суд над нечестивыми. Так в день второго славного пришествия Христова при гласе архангела и трубе Божьей ничто, ни море, ни смерть, ни ад не смогут удержать свои жертвы. Никогда не похитили они людей, некогда похитили они людей, вырвали их из круга жизни, но придет, но придется им их отдать. море и земля отдадут пепел сожженных, прах истлевших и мощи нетленных, смерть и ад отдадут души покойных, и будет великое всеобщее воскресение мертвых. И судим был каждый по делам своим. Это означает, что различно будет слава праведных, в зависимости от их дел, а также различны будут муки нечестивых, ибо неодинаково много грешили. О различной славе праведных, так говорит Господь, в доме Отца Моего обителей много, а святой апостол Павел пишет, есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в слове, так и при воскресении мертвых, поэтому уже и сейчас в церковных службах разным святым оказывается большее или меньшее почитание. Небо, земля и человек предстали суду Божию, последний день мира кончился, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая, это смерть смерти, иные подвержением смерти и ада в озеро огненное понимают вверженных гиемов властителей и служителей смерти и ада, то есть демонов. Как часто под городом разумеют жителей города, так и под адом можно разуметь его жителей. Лучше же видеть здесь то, о чем писал святой апостол Павел. Во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии его, а затем, то есть на страшном суде, конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать докон и не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Так на страшном суде после суда над всем миром и людьми будет осуждена и сама смерть, ибо вострубеет и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облегчение нетления, и смертное сие обличится в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть где твоя жало? Ад где твоя победа? смерть это прекращение жизни человека, разделение души и тела, ад место пребывания души умерших. Когда же все воскреснут, пристанут на суд и начнется вечность, тогда упразднятся и изменены будут смерть и ад. Смерть это отчуждение от Бога. Ее породил Люцифер, когда отпал от Бога. Ею умер Адам, когда согрешил. Но вот все снова предстает пред Богом и умирает смерть. Настал смертный день смерти, смерть вторая. Смерть вторая это озеро огненное, это вечное отчуждение от Бога. Туда попадут смерть первая и ее дом Ад. Когда оправданные на суде праведники увидят это страшное ввержение смерти и ада в гиенну то воскликнут смерть где твое жало ад где твоя победа. В наше время очень многие утешают себя тем что все кончится смертью то есть небытием но здесь глубокое непонимание того что такое небытие это непонимание порождено тем что совершенно перестали понимать что такое бытие истинное бытие это Бог ибо Он сказал о себе Я есть мсущий исход Держимся и существуем Деяние 17.28 Небытие это несущее небытие это не Бог как и тьма не есть некая субстанция а есть отсутствие света не свет исходя из этих определений кстати ясно сколь несуразное требование доказать бытие Бога ибо истинное бытие и есть Бог Тварь может иметь временное вечное жизнь или бытие в Боге сущая под благодатью сейчас имеет временное бытие в Боге после же всеобщего воскресения и суда будет иметь вечное бытие в Боге также и смерти тварь может подвергнуться временной и вечной сейчас при частичном отчуждении от Бога тварь попадает в рабство первой смерти первой стадии небытия после же страшного суда будет полное суждение павшей твари от Бога или полное небытие если уже сейчас страшно не быть в Боге то сколь страшно будет абсолютное небытие абсолютное отсутствие Бога если страшен ад вместо временной смерти временного небытия то коль страшно будет гиена вместо вечной смерти вечного небытия трепещи второе и жизнь вечная вечно бытие в Боге как вечно бытие так же вечно и его отрицание небытие или смерть вторая заключительным аккордом страшного суда звучат слова и кто не был записан книги жизни тот был брошен в озеро огненное возревнуем же братья чтобы имена наши не были изглажены из всей спасительной книги глава двадцать первая призором святого тайновидца померкло последнее видение этого мира он канул в вечность и его больше нет мы не мрак и пустота окутали после этого пророка а новая дивная картина открылась ему то что не видел глаз чего не слышало ухо и что не приходило на сердце человеку засверкало и засветилось во всей красе пред святым Иоанном в духе он был за чертой времени и этого брендого мира уже не грядущие события имеющие потрясти вселенную виделись ему но вечность все что некогда будет осталось позади всего неизмеримого космоса нет век кончился дух пророка переносится как бы в иное измерение а точнее в неизмеримое вечное в мир тот иной с момента с момента творения мира и до страшного суда существует время оно как капля брошенная в неизмеримый океан вечности лучи священного писания освещают всю эту каплю времени и показывают нам ее во всей полноте но несколько лучиков выходят из капли времени теряясь в океане вечности и позволяя нам что-то познать о нем со священным страхом и трепетом прилипнем и мы братья к этому таинственному видению невидимого и увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет Библия начинается словами в начале сотворил Бог небо и землю а в ее последнем поистовании говорится о новом небе и о новой земле о великом паке бытии вселенной начало Библии бытие конец паке бытие как в водах святого крещения в бане паке бытия прекращается ветхое бытие души и начинается новое так и в обнимом крещении страшного суда прекращает свое ветхое бытие вселенное и начинает паке бытие мира во всем священном писании слово паке бытие употреблено два раза Матфея 19-28 и Титана 33-5 один раз говорится о паке бытии души через воды крещения а другой раз о паке бытие мира через огонь суда бытие мира было нарушено грехом но вот уничтожен грех и начинается паке бытие прежнее небо и прежняя земля миновали ибо потеряли свое бытие в Боге и настолько были испорчены что нуждались не в исправлении и улучшении а в новом бытии паке бытии как о крещенной душе сказано кто во Христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое так и о новом мире ибо прежнее прошло все творю все новое с другой стороны речь идет не об уничтожении прежнего мира и сотворении нового не о паке творении но о прохождении прежнего бытия и о начале нового бытия паке бытия той же самой твари святой псалмопевец говорит о земле и небесах что все они как ризы обвечают и как одежду ты переменишь их и изменятся салом 101 27 не о новом творении мира а о новом бытии прежнего мира говорит псалмопевец Давид словами и ты обновляешь лицо земли псалм 103 30 святой Иоанн богослов так пишет об этом своем послании тьма проходит и истинный свет уже светит и еще и мир проходит и похоть его а исполняющий волю Божию пребывает вовек святой апостол Павел так писал о прежнем бытии мира ибо проходит образ мира сего а апаки бытии и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих а в Евангелии сказано что небо и земля прейдут или в славянском переводе мимо идут как будет происходить самоизменение вселенной сие должно быть изъято из предметов нашего любопытства говорит святой Григорий Низкий но как прежний мир возник из воды и от нее получил свое бытие так новый мир восстанет из огня и через него получит свое паки бытие вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою потому тогдашний мир погиб быв потоплен водою а нынешние небеса и земля содержимые тем же словом сберегается огню на день суда 2 Петра 3 5 7 прообразом этому может служить старое водное крещение святого Иоанна предтечи и новое крещение огнем и духом Иисуса Христа Богослова огонь во всякой вещи под землею и в облаках огонь поэтому является символом не только разрушения и уничтожения но и очищения и освещения из мирового пожара по очищению из гари возникнет новое небо и новая земля посему говорится не о небытии тварей но о перемене к лучшему святой Андрей Кисарийский блаженный Августин пишет так в мировом пожаре уничтожатся совершенно отогня те свойства тленных стихий которые соответствуют нашим тленным телам а самая субстанция получит такие свойства которые через удивительные изменения окажутся соответствующими бессмертным телам так что мир обновившись к лучшему получит полное приспособление к людям обновившимся к лучшему и по плоти блаженный Сиафилакт Бог однажды создал вещество и что было необходимо для здешней лишь жизни а для тамошней бесполезно и излишне то он отменит а что полезно тому даст новый образ и дозволит наполнять другой тленный мир мысль о том что мир будет уничтожен отвергнут на пятом вселенском соборе как еретическое о новом небе и новой земле так писал еще святой пророк Исайя ибо вот я Бог творю новое небо и новую землю и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце ибо как новое небо и новая земля которой я сотворю всегда будут пред лицом моим говорит Господь Исайя 65 17 66 22 И святой апостол Петр описав гибель грешного мира в огне страшного суда говорит впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда 2 Петра 3 13 душа душа оставь ветхую жизнь и ветхого человека гряди погрузись в баню паки бытия начни паки свое бытие только начав уже сейчас это новое бытие в Боге ты сможешь приобщиться в паки бытия нового неба и новой земли и как паки бытия сподобится и небо и земля так и ты сейчас и душой и телом должен возродиться и жить новой жизнью быть новой тварью посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших которые суть Божия сказав что прежнее небо и прежняя земля миновали святой Иоанн еще добавляет и моря уже нет вода была основанием первичной стихией прежнего мира в начале словом Божием небеса и земля составлены из воды и водою земля же была безвидна и пуста и тьма над бездну и дух Божий носился над водою новое небо и новая земля выйдут из стихии огня в котором кончится первый мир а потому и основанием нового мира будет не вода моря уже нет а огонь света 21 23 24 25 5 иначе отцы разумели здесь и море житейской суеты и волнений святой Андрей Кисайский пишет так же если море означает бурную волнующуюся жизнь то его не будет уже ибо у святых не останется тогда ни малейшего смущения или страха блаженный Августин нятежный и бурный век подразумеваемый под именем море не будет жизнью смертных так же это мнение подтверждает святой Василий Великий в толковании не слова Исаия 44 27 который Господь бездне говорит иссохни и реки твои я иссушу сейчас жизнь человека подобна щепке брошенной в метущееся бушующее море потому и поет святая церковь житейское море возвязаемое зря напастей бурю к тихому пристанищу твоему притек вопиюти возведи отли живот мой многомилостиве это море иссохнет в огне последнего дня и в вечности моря уже нет можно же здесь разуметь и буквально что не берет море прежнего мира ибо оно уже не будет нужно людям святой Андрей Кисарийский для чего море часто бурно и гибельное зрелище ужасов и мятежа стихий оно не может иметь место в жилище вечной тишины и безопасности тогдашний мир был не только составлен из воды и водою но и погиб был потоплен водою вода стихия жизни первого мира была из стихии гибели ужаса и смерти на новой земле моря уже нет на берегу моря сидели некогда простые рыбаки и ловили рыбу но вот приходит божественный учитель и зовет их и для них моря уже нет они ловцы человеков для них началась новая земля и новое небо друг а для тебя моря уже нет или ты все еще рыбачишь в море суеты и забот и я Иоанн увидел святый город Иерусалим новый сходящий от Бога с неба приготовленный как невеста украшенная для Бога своего и услышал я громкий голос с неба говорящий все скинье Бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам Бог с ними будет Богом их и отрет Бог всякую слезу сочей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло 21 2 3 4 после ведения нового неба и новой земли святому Иоанну открывается третья реальность нового мира пакеботия новый Иерусалим об этом он пишет и я Иоанн увидел святый город Иерусалим новый сходящий от Бога с неба приготовленный как невеста украшенная для Бога своего в других списках апокалипсиса написано просто и я увидел без вставки имени Иоанн без указания имени этот текст приводится например немецких переводов он их за центром новой вселенной святому тайнозрителю видится святой город Иерусалим новый Иерусалим был и центром старого мира в Эдеме колыбель человечества там Бог сотворил Адама первого человека на месте города Иерусалима но в святой Голгофе был по церковному преданию похоронен Адам там нашел себе последнее пристанище изгнанной из рая там смерть настигла первого из вкусивших жизнь и бытие и вот одним человеком грех вошел в мир и грехом в смерть так и смерть перешла во все во всех человеков потому что в нем все согрешили так это место стало местом падения и смерти твари но там где смерть захватила Адама там Бог решил воскресить жизнь там тварь потерявшая свое бытие в Боге должна была возродиться приобщившись паки бытия центр смерти и ткления должен был стать центром жизни и паки бытия о начале этого мы читаем еще в книге бытия имельщий седек царь царь царинский вынес хлеб и вино он был священник Бога Всевышнего и благословлял его Авраама и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего владыки неба и земли бытие 14 18 19 так владыка неба и земли посылает через своего священника Мелхиседека благословение града Иерусалима Аврааму и всему роду его благословение святого Иерусалима почило на отце веры Аврааме а через него на всей церкви Ветхозаветней столицей центром и святилищем которой и стал сам святой Иерусалим как и первый Адам второй Адам Христос рождается не в Иерусалиме но сюда приходит вкусить смерть на месте погребения Адама умирает Христос на кресте вот почему под распятием Христовым бывает изображение черепа Адама знак того что смертью смерть попрал и на третий день боголепно воскресает кровь и вода голгофы вот баня пакпаки бытия вселенной центр смерти становится центром жизни восстань святись Иерусалим ибо пришел свет твой и слава господня взошла над тобою Исаии 61 а также церковь поет святись святись новой Иерусалиме слава бога господня на тебе воссия ликуй ныне и веселись и сионе ты же чистая красуйся богородица а восстань рождества твоего так святой Иерусалим начинает преобразовывать уже весь мир новая жизнь и новое бытие охватывает отсюда весь мир по божественному плану спасителя и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли радуйся сионе святой мати церквей божие жилище святой Иоанн Дамаскин Иерусалим место связывающее восток и запад тысячелетие тысячелетние споры востока и запада разрешаются только через Иерусалим географический центр становится мистически духовным становящееся сердцем мира и соединяющий его с небом